Итак, добрый вечер. Я благодарю за то, что выбрали Центр Специалистов. И у нас сегодня с вами такой небольшой семинар, который является предвестником нового тренинга, именно тренинга про наставничество, как выбрать наставника. Сегодня поговорим, какой он должен быть наставник. И, соответственно, на самом тренинге, кто уже решит прийти именно на сам тренинг, вы сможете отработать именно навыковые вещи, как быть наставником. Как, например, вы как руководитель можете быть наставником для молодых. Или, например, как выстроить систему наставничества на предприятии, на котором вы, например, работаете. Я представлюсь, зовут меня Шульга Елена Александровна. Я преподаватель Центра Специалистов. У меня три больших направления. По сути, 32 курса и три больших направления. Первое направление – это менеджмент. Это все, что касается от руководителя структурного подразделения до генерального директора. Второе направление – это софт-скиллс, коммуникационные навыки. Начиная от эффективных переговоров, ораторского мастерства, жестких переговоров, противодействия манипуляциям и так далее. Целый большой-большой спектр. И еще один сегмент – это обучение взрослых людей, то есть андрогогика. Наверняка кто-то из вас имеет, возможно, педагогическое образование. Есть такие с педагогическим образованием? Нет? Ну вот те, кто имеет педагогическое образование, очень часто связывают свою жизнь, если не с педагогикой непосредственно работы в школе, так с андрогогикой, то есть развитием взрослых людей. Работают на различных предприятиях, разные должности. Это может быть T&D, это может быть… T&D – это менеджер по обучению и развитию персонала, например, в компании. А может быть, как здесь, я вижу полгруппы. У меня же обучается на курсе руководитель структурного подразделения. То есть действующие руководители, которым тоже приходится, может быть, вынуждены обучать взрослых уже людей. То есть это же не дети, и вот только педагогикой здесь не решишь этот вопрос. Поэтому если говорить про те темы, которые я хотела бы сегодня обсудить, разобраться вообще, что такое наставничество, выгоды этого, и на два вопроса ответить. Первый вопрос – это что такое наставничество? Это вид деятельности, который направлен на изменение профессионального поведения сотрудников, которое приводит к повышению эффективности и более высоких бизнес-результатов. В общем-то, то, что обычно в работе и требуется. То есть при каких условиях вообще возникает вот это наставничество? Почему оно необходимо? На самом деле, на многих предприятиях этого нет. Чем выгода? Первая выгода – это деньги. Вы знаете, любой учредитель, когда учреждает какую-нибудь компанию, у него в уставе что написано? ООО или ЗАО организовано для того, чтобы получать прибыль. Да. И дело в том, что затраты на персонал, фонд оплаты труда, обучение – это обычно очень большая сумма, причем расходная сумма. Да, то есть как раз то, что уменьшает прибыль. При этом порой бывают, когда более-менее хорошие такие времена у компании, да, и персонал обучают, повышают квалификацию, они ходят на курсы, и вроде все хорошо. Но как только случается кризис, первое, что начинает резаться в бюджете – это обучение персонала. К моему большому сожалению. Дело в том, что уже порядка 40 лет проводится статистика по крупным и средней, так скажем, величины компаний, как они выходят из кризиса, и что происходит, если как раз рубить хвост, рубить тот сук, на котором сидишь. То есть мы перестаем обучать персонал. Вот смотрите, вот если кризис, то есть компания не справилась с какими-то кризисными моментами. Компания – это кто? Это люди. То есть люди не справляются с какими-то сложными моментами. Представляете, если взять их, еще и не учить. И сказать, вот когда было легко, ну, ты тут так сойдешь. А когда тяжело, вообще, вот то, что ты и не умел, как будто откуда-то это все станет вдруг известно человеку. Вряд ли это будет. Поэтому, скорее всего, кризис, с учетом того, что у человека тоже в этот момент стресс большой, и он сразу не найдется, что ответить, переставать обучать людей – ну, это фактически поставить очень большой вопрос над существованием компании в будущем. Поэтому одна из альтернатив, которую можно вводить – не обязательно дожидаться кризиса. Можно ввести это уже в планомерном таком потоке, ввести систему наставничества. Как обычно, кто такой наставник? Обычно это человек, который уже работает какое-то время на предприятии, который имеет несколько критериев. А именно, критерии очень простые. Он должен быть в чем-то экспертом. Это не обязательно самый лучший сотрудник. Понимаете, вот очень часто бывает такая ситуация, что лучший сотрудник – это некая звезда. Знаете, ну, как вот прям и количество, и качество, вот прям вообще лучше-лучше всех работает. И у меня был такой опыт, я действующий руководитель, действующий владелец бизнеса. У меня был такой опыт, когда я взяла и лучшего продажника решила сделать наставником. То есть я замотивировала, говорю, ты вот лучше, передай свой опыт. Но, во-первых, я встретилась с сопротивлением, потому что вот эта звезда, которая мне сказала, «Лен, ничего личного, но мы же конкуренты. Зачем я буду себя воспитывать конкурентом? Зачем я буду воспитывать еще одного продажника себе же конкурентом? Я сейчас все тайны расскажу, и он будет у меня воровать моих клиентов. Они же очень ревностно к этому относятся. И тут я встала в тупик. А что делать? Вроде есть звезда, которую, в общем-то, можно использовать, но звезда не хочет. Поэтому ни в коем случае тот, кто не хочет, мы не делаем наставником. Ничего хорошего за это не получится. То есть если даже некоторые составляют приказ, ничего не знаю, руководитель говорит, ничего не знаю, все, будьте, вот ты будешь наставником. Сделают все возможное и невозможное, я вас уверяю, чтобы слить этого новичка, да еще так тактично сольют, что они ни при чем будут. Понимаете, можно же, между прочим, ходить и капать на мозг человеку, этому новичку, который так в стрессе, что тут не очень хорошо, да что тут вообще вот то-то, то-то, да, что это не лучшее предприятие в твоей жизни, ты хорошо подумай. Хорошо, если у этого новичка есть такое рациональное мышление, критическое мышление, и он сам подумает, ага, если ты меня отговариваешь здесь работать, то почему ты тут сам 10 лет работаешь? Может быть, тут не все так плохо? То есть первый критерий – человек должен хотеть, то есть сам наставник должен хотеть обучать людей. Как мы это можем понять? Ребята, просто наблюдать. Вы знаете, новички, они же вот как маленькие щенки или котята, они пытаются найти какую-то информацию в рамках компании, и они как будто бы чувствуют, то есть, по сути, получается, что, обратите внимание, к кому новички чаще всего ходят за своими вопросами. То есть это некий человек, который не просто их вот отгоняет, не скажу ничего, или там отстанешь и там сам, да, то есть он может объяснить, и очень часто, еще когда наблюдаешь, видно, что сам наставник получает от этого удовольствие. То есть сам наставник радуется, знаете, как это, внутри, ой, у меня спрашивают, ой, это, знаете, как внутреннее признание, что к человеку обращаются, и у него как бальзам на душу. Я вот этому помогу, я вот этому помогу. И вот то, что он ценен, да, вот у него есть ценность, может быть, среди работников, которые уже давно работают, его не сильно ценят, а вот эти вот новички к нему тянутся. Знаете, это очень важный момент, тонкий момент, потому что, может быть, вот этот сотрудник, который давно делает эту работу, может быть, уже не на самом лучшем уровне, для него это как глоток свежего воздуха, что он может помочь еще не только вот работу монотонную свою делать, но еще что-то привносить. Вот очень часто, это, знаете, как вот миссия получается, человек хочет передавать свои знания. То есть есть искреннее желание помогать другим. Еще важный момент по наставнику, это то, что у него должны быть, у него должны быть компетенции, компетенции в том деле, которое он собирается делать. Сейчас, секунду, коллеги. То есть он должен передавать информацию. Информация должна быть очень системной. Как проверить? Обратите внимание на то, каким образом человек коммуницирует письменно. Письменно. Обратите внимание. Дело в том, что письменная коммуникация, она достаточно сложная. То есть нужно в лаконичной форме, коротко, да, письменная коммуникация очень короткая, коротко что-то объяснить. Если человек умеет письменно, рационально, вот письма писать, структурно, знаете, как вот когда раз, два, три, четыре, посмотрите на структуру, или выделяют какими-то там, может быть, выделительными. То есть ты читаешь и реально понимаешь, что там написано. Вот такие моменты очень, вот именно таких людей мы можем совершенно спокойно брать на вооружение, потому что если он письменно может хорошо изъясняться, значит, сто процентов он сможет изъясняться и устно, то есть структурно, методично, да, то есть он может методику определенно преподнести. Вот опять же, та же история, харизматичный очень продажник, который хорошие, самые лучшие результаты давал, и, значит, мы его смотивировали, что вот если он справится с наставничеством, то есть он как наставник воспитает двоих таких вот тоже людей, мы уже прям нарисовали себе картинку, как вот сейчас теперь была одна звезда, теперь они будут почковаться, размножаться, и будет три звезды. Прям вот я искренне себе это прям видела. Думаю, сейчас заразиться успехом, все хорошо. И в первый же день у меня дало разочарование, потому что, да, продажа состоялась, все хорошо, но новичок пришел и сказал, я так никогда не смогу, я пошел, отдайте мне трудовую. И я, честно, это мой опыт личный, как я внедряю на наставничество. Думаю, что же тут не так? Почему нет? Ну вот она идеальная картинка. Человек хорошо может что-то делать, может передать, да, особенно актуально на наставничество в коммуникативных каких-то вещах, потому что тяжело написать все в скриптах, да, вот проще все-таки прикрепить к человеку, чтобы ты посмотрел, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Почему опять не идет? А вот ключевой момент – это харизматичность. Харизматичные люди, харизматику нельзя в систему, то есть если бы можно было харизматику в систему как-то засунуть, то это можно было описать, это можно было научиться. Я все-таки больше склоняюсь, что харизматичность – это природный дар, он и переводится – природный дар. И вот научить природному дару, вот я себе слабо представляю, как это можно сделать. Я, по крайней мере, не видела таких методик. И что получилось, да? Новичок пошел с этим с гуру, посмотрел, как она это все делает, а это еще и по гендерным признакам разные были мужчина и женщина. И он пришел, он говорит, понимаешь, она зашла навстречу, глазки построила ему, и потом сказала, ну вы, наверное, поможете мне пальто, пальто раздеться, вот пальто повесить. Он говорит, ты что, а я, мужик, приду навстречу, тоже буду хлопать глазами и говорить пальто. То есть он единственное, что запомнил, что когда она входила в контакт с клиентом, то есть это было вот так вот играючи. Он говорит, я же мужчина. Ага, систему она не могла показать. Я говорю, ну хорошо, ладно, допустим, да, начало. Ну а сама встреча? Да нет, она постоянно хихикала, она полностью копировала, то есть есть такое понятие у хороших, у хороших, например, продажников, они полностью растворяются в клиенте, устанавливают рапорт, устанавливают контакт. И если не обозначить новому человеку некую систему, как его устанавливать, то внешне, кажется, ты разговариваешь ни о чем. Просто пришел, природа, погода, чего-то там, чай, кофе, говорит, а там не было встречи. Они мило побеседовали, она построила глазки, и он купил. У меня нет столько глазок. И такого качества. Он не понял, да. Поэтому здесь очень важно, чтобы это был человек системный. Пусть он будет не харизматичный. Вам важна здесь не харизматика, вам важна система, чтобы человек мог научить и пойти по структуре. Вот тоже можно проверить, как. То есть существует некая структура, например, да, какого-то процесса, бизнес-процесса. И мы даем структуру человеку, новичку, вот в письменном виде, инструкция. И наставник, который это будет показывать, он ровно идет по этой структуре. Потому что если это не бьется, файлы не бьются, что получается? Письменная структура одна, инструкция. А наставник говорит, ты не смотри на эту инструкцию, короче, на практике все делается не так. И получается, что новичок стоит, тут очень важный такой момент, что если люди не системно, если наставник не системно, ничего не передаст, только напугает. Вот просто реально напугает, и результата никакого не будет. Вот за счет каких действий, что должен делать наставник для того, чтобы изменение человека произошло? То есть мы получаем некого новичка, и я для руководителей всегда привожу такой пример, что когда приходит новичок, у нас авторитарный стиль управления. Новичок, я имею в виду, человек, который только-только пришел работать. Неиспытательный срок – это как ребенок. Мы ему показываем, рассказываем, как раз именно на этом этапе делается наставничество. То есть вот эта адаптация, ввод человека в работу, должен кто-то, не просто посадить человека и сказать, вот твой стул и стол, работай. Что делать-то? Даже если человек уже работал по этой профессии, везде свои правила, корпоративные правила, у человека будет уходить огромное количество времени на то, чтобы разобраться в этих правилах. Если у него будет наставник, у нас введение человека в должность, в позицию будет гораздо быстрее. Особенно, если это делать планомерно. то есть вот прям вот пришел и дал бизнес-план. Я вам, как пример, коллеги, вам придется некоторые вещи записывать, потому что я умышленно не хочу все делать в слайдах. Я знаю, что мелкая моторика, она вот очень хороша для запоминания. Поэтому давайте разбираться, что делает наставник, чтобы поменять это поведение. Как пример я вам сейчас. Программа, я ее называю «Быстрый старт». Вот давайте представим, что у нас есть некий наставник, который, а, системный, да, может по правилам, б, он сам очень хочет обучать людей, ему это нравится, и в, он в чем-то эксперт, то есть он все-таки может показать в чем-то некую систему. Да, может быть, не самый лучший результат, но систему, потому что дальше уже это все нарастет. За счет каких действий? Дело в том, что есть цикл наставничества. И первый цикл, это, первый пункт, это анализ тех действий, которые уже он сам делал. То есть, например, если мы только-только решили внедрить наставничество, либо мы решили сами, как руководитель, то есть не обязательно же целый процесс наставничества. Вот, например, мы руководители, у нас есть новичок, и нам нужно его адаптировать, то есть мы можем играть роль и руководителя, и наставника. Очень многие компании вынуждены брать людей без опыта работы, либо студентов, да, которые только-только выпустились, либо людей, которые работали в других индустриях. Бывает у вас такое? Бывает, да, то есть вот мы берем за личностные характеристики, за мотивацию, да, если у человека есть, а учим сами. Так вот, если у нас нет еще никакой системы, коллеги, вот, то есть никогда мы там этим не занимались, то нам нужно сначала проанализировать историю успеха, ну, то есть свою, например, то есть по каким критериям мы можем, то есть реперные точки вот этой успешности, то есть что мы делаем в бизнес-процессе хорошо, потому что мы все передавать не нужно, мы же можем тоже что-то не очень хорошо делать. Представляете, если мы полностью отдадим некую структуру, показали, да, показали человеку, говорим, ты только так не делай. Как говорят, бесполезно воспитывать детей, воспитывайте себя. Если вы сами вермишей ложкой кушаете, вряд ли ваши дети будут ножом и вилкой что-то кушать, да, то есть они будут точно так же кушать ложкой. То есть вы сначала проанализировали, провели некую диагностику, оценили действия себя или, например, в контексте сотрудника, тот, который будет наставником, да, то есть что у него там хорошо. Я советую делать видеосертификацию. Очень хорошо помогает, то есть, чтобы проанализировать, потому что в моменте здесь и сейчас тяжело проанализировать, как это делается в обычной корпоративной среде. Вы берете видеокамеру, простую видеокамеру, в конце концов, телефон можете взять. Сейчас везде пишется все. Ставите на штатив и, например, сажаете двух людей и некое такое понятие ролевая игра, например, это я записывала так собеседование, ну, как, знаете, лайфхак, сейчас модно это слово. Я поставила видеокамеру, расспросила разрешение у кандидата, что я запишу, но я поставила камеру на себя, не на кандидата, чтобы мое лицо было видно, да, и что я, что я это запишу для своих учебных целей, потому что у меня филиальная сеть по стране и мне нужно было как-то распространить, как мне, тем более, наставником быть еще и как-то на удаленке. Я это все дело записала, соответственно, на основании этого видео я сделала чек-лист. Чек-лист успешный, так скажем, да, какие этапы должны быть. В чек-листе у вас должны быть определенные этапы, да, вот, например, как я входила в контакт на собеседование, да, как я человека пригласила, как я села, соответственно, дальше с чего я начала, как я, какие я вопросы задавала, да, на какие моменты, как я поняла, что он там подходит или не подходит, чем я завершила, как я презентовала компанию, да, то есть все пункты, которые очень важны, например, на первом собеседовании. Это может быть все, что угодно, коллеги. Я сейчас не опрашивала вас, да, кто с какой целью, но просто модифицируйте это на свою работу. Любой бизнес-процесс можно записать и описать в чек-листе. Без чек-листа считайте, что у вас наставничества не будет, потому что не будет документарной основы и проверить, как работает наставник, практически невозможно. Это знаете, как говорит, как тебе там наставник, нормально? Да нормально. А то, что они просто вместе каждый день на обед ходят, естественно, новичку-то нормально, что ходит с ним и ходит, он себя прекрасно, он себя прекрасно чувствует, да. Соответственно, после этого мы уже, когда провели вот этот анализ, сделали чек-лист и успешный чек-лист, то есть что там должно быть точно, тогда мы уже проводим индивидуальные встречи. наставника с, соответственно, со стажером, то есть с тем человеком, кого мы учим. И... Наставника, наставник. А здесь между ними второй? Да, да. Между ними. Соответственно, сначала первый пункт, это сотрудник, имеется в виду, который будет наставником, надо было мне написать через тире. И здесь важный такой момент, что когда они вместе будут встречаться, нужно всегда ставить цель. Тоже одна из ошибок. Я вам фактически сейчас такие лайфхаки, разбираю ошибки, которые типично делают при внедрении наставничества. Не ставить цель. То есть какая цель, например, какой-то встречи. Я сейчас, пример, наберу, опять же, тоже собеседование. Я как наставник, например, у меня есть стажер, которого я учу, как проводить собеседование. Первый всегда этап, это показ. То есть мы даем новичку, вот этому стажеру, даем чек-лист. То есть сначала мы ему объясняем, смотри, я собеседование буду вести, то есть сначала ум сны, я буду вести по определенным этапам. Будет сначала вот это, вот это, вот это, вот это, то есть все эти этапы написаны в чек-листе. Ты, пожалуйста, тихонечко сиди, ты не вмешиваешься в уголочек, его куда-нибудь сажаем, чтобы он не мешался. Ты сидишь и за мной пишешь в чек-лист прямую речь, как я вступаю в контакт, как я устанавливаю аэропорт, как я начинаю собеседование, с каких слов, да, как я задаю, какие я вопросы задаю на то, чтобы я узнала опыт человека, какие вопросы я узнаю на личностных характеристик, какие вопросы узнаю на мотивацию, например, да, то есть он их должен за мной записать. Нам нужно добиться у новичка рефлексии того, что он видит. Не просто вау, классно, и все. Вот очень часто они, знаете, если все хорошо, я говорю, ну как, здорово, все. Ребята, это вы не научили. От того, что его оценка прозвучало, у него в голове, может, кроме этого здорово, ничего не осталось. Поэтому все по чек-листу. То есть вы увидите сразу, будучи наставниками, он вообще что-нибудь увидел. Очень часто первая встреча, первый вот этот вот полевой тренинг завален практически всегда. Они с открытым ртом, если особенно наставник хорош, может показать класс. Эти новички сидят с открытым ртом и ничего не пишут. То есть я-то вижу, я вижу, виду собеседование, я вижу, что этот новичок ничего не пишет. Конечно, я там могу глазом моргнуть или еще что-то, но это очень стрально выглядит, когда наставник, ты же отвлекаешься, получается, да, ты уже с человеком работаешь, с этим новичком. Поэтому бывает такое, что первый раз они ничего не пишут, но вам нужно будет сделать разбор по итогам этой встречи, да, то есть, например, прошло вот это, по итогам этого обучения, и конкретно, например, первая встреча, первый полевой тренинг, он может быть, цель такая, просмотр этапов, ну, например, ведения собеседований, или просмотр этапов, там, продающей встречи, или просмотр этапов, еще чего-нибудь, но того бизнес-процесса, который происходит. Не важно, что вы делаете, даже если вы ракеты собираете, или самолеты собираете, или машины собираете, там же тоже есть бизнес-процессы, определенные этапы. Сначала нужно, не знаю, кузов сварить, потом колеса туда прикрутить как-то, то есть вот эти этапы, они в любом бизнес-процессе есть. Коммуникационные или технические не имеет значения. И мы заодно смотрим, он запомнил или нет, он же смотрел, может писал, может не писал, мы должны проверить. Следующая будет встреча, обычно делает наставник, как минимум, по одной встрече в день. Советую план такой сделать, если наставник берет новичка, то в программе «Быстрый старт» за первую неделю это пять совместных встреч, из них два-три показа, то есть когда наставник показывает, причем цель определенная стоит, смотрите, первый, например, просмотр всех этапов, а вторая встреча может быть просмотр, если у продажников, вскрытие потребностей, ну, сложный блок, или, например, просмотр этапа работы с возражениями, это не означает, что он все остальное не смотрит, уши запрывает в этот момент, это означает, что он должен записать прям подробно, максимально, или запомнить именно вот этот блок, ну, то есть акцентируем на это внимание, и это должна быть система, если мы берем вот эту поэтапность, то лучше находить, прям цель полевого тренинга идет, вот какой у вас первый этап в вашем бизнес-процессе, вот как он называется, вот это будет первая цель, а потом второй какой этап, вот это будет цель второго полевого тренинга, потом третьего и так далее, то есть по цепочке, когда пройдет, вы, в общем-то, очень быстро поймете, что человек движется в правильном направлении, и, безусловно, что когда вы уже как наставник смотрите, например, первая неделя, как я сказала, три-четыре показа, потом просмотр, на второй неделе должны быть уже одни просмотры, то есть наставник ходит вместе с, ну, ходит или находится, да, рядом с новичком, то есть если говорить про пять, то получается один, одна встреча, например, в день, да, все остальное время уже новичок там сам работает, отрабатывает навыковые вещи. Можно попросить, то есть задача не наставника все делать, задача наставника показать систему и потом углубиться вот во всякие вот эти нюансы. На третьей неделе это уже будет три встречи за неделю, на четвертой две, ну, и обычно уже по итогам первого месяца я могу сказать, что в глобальном смысле наставничества при введении в должность вы закончите. Вы себе не представляете, сколько экономия бюджета вводит, когда есть система наставничества на предприятии, потому что вы делаете самую важную вещь, вы сохраняете свои какие-то авторские технологии, которые уже, да, принесли успех компании, вы их не выносите на внешний рынок, да, об этом все равно никто не узнает, кроме вот самих людей, которые работают, так это еще и бесплатно, потому что очень часто наставничество это как некая награда, а не как некая работа, за которую еще и платят. То есть если человек действительно получает удовольствие то от наставничества, то есть он готов учить людей, то это плюс, плюсом ему, как говорят, плюс их карма. Почему у людей, почему люди могут работать наставниками? По определенной методике, сейчас, к сожалению, нет у меня этого слайда, но смотрите, новичок – это как ребенок, потом он становится звездой, где активность и продуктивность высокая, и звезда через какое-то время начинает гаснуть. Гаснет она от чего? Либо от монотонности работы, он просто надоедает это в некое выгорание, да, профессиональное. И наставничество это еще шикарная вещь, как профилактика вот этого выгорания. Потому что что происходит? Когда он становится, я это называю динозавром, то есть он такой матерый, он может в любой момент там сделать результат, у него начинается некая прокрастинация, сегодня только по тайм-менеджменту говорили, то есть он начинает оттягивать, отлынивать, он уже ленивый, потому что он знает, что он в последний момент раз и покажет класс и все сделает. Но, к сожалению, в короткосроке у него, скорее всего, не поменяется еще результат, но поменяется его активность. А раз теряется активность, теряется навык. Да, одно дело, вы каждый день на велосипеде катаетесь, а другое дело, и супер класс уже, да, а другое дело потом реже, 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 через какое-то время у вас уже боязнь начнется этого велосипеда, потому что вы слишком редко это делаете. И тогда мы уже расстаемся с человеком, потому что мы брали велосипедиста, нам не нужен человек, который боится велосипеда, да, то есть и получается, что у нас завершается этот цикл, у меня это называется висельник, когда уже, знаете, как чемодан без ручки, вроде выкинуть жалко и носить невозможно. И вот чтобы не доводить людей до этого состояния, состояние вот той звезды, которая начинает гаснуть, нужно расширить ему, его деятельность. И вот этот хороший момент, потому что он, то, что раньше он делал за 8 часов, он теперь делает за 4, ну или за 6, у него высвобождается время. Не факт, что у нас есть куда его повышать, да, ну то есть, ну может быть, он и не хочет быть начальником каким-нибудь, да, то есть вот он работает там на своем месте, ему прекрасно и так. И вот эта шикарная возможность оставить человека при себе, но его нужно научить, как это делать. Я вам эту методику сейчас уже и проговорила, да, то есть, по сути, получается, мы проанализировали, вывели какой-то чек-лист, который будет успешен, провели индивидуальную встречу, ну они, вернее, между собой, обратную связь получили и в общем и целом поставили следующую цель, вот третий пункт, восстановка поведенческих целей для развития, то есть после каждой встречи с наставником ставится цель для самого вот этого стажера. Итак, что ты будешь тренировать, ну там, весь последующий день, например, когда я рекрутеров учу, да, я с ним провела одну сессию, да, а у него за сегодня будет, например, еще 10. И мы ставим, и так, что ты будешь сегодня отрабатывать еще на всех остальных 10 собеседованиях, например, буду отрабатывать вопросы мотивации, модификации, потому что искусственно можно сколько угодно там сидеть, придумывать, люди-то живые, каждый раз один вопрос пошел, а второй не пошел с другим человеком, да, то есть его надо как-то модифицировать, у него нарабатывается опыт, и когда ты постоянно даешь эту обратную связь, то есть наставнику нужно научиться обратную связь давать. И сколько вот даже элементарный там, тот же сэндвич, ребят, я столько раз про него говорила, вот в тренинг ставлю двух людей, я говорю, дайте друг другу обратную связь, я даже сэндвичи не вижу, то есть привычка вот тут вот все плохо, вот тут вот я еще хуже, и естественно, это не адаптация, человек, который новый, он очень грустит по этому поводу, что ничего не получается, и он может просто уйти, мы можем потерять человека, с которого там, например, с трудом нашли, платим ему уже оклад, толку еще с него все равно никакого, но мы его и не вырастим, то есть мы по сути большое количество денег, теряем и все. Поэтому принципы и правила эффективного наставничества, они очень простые, это всегда подготовить эту платформу, то есть должны быть еще раз чек-листы, должны быть дневники наставничества, то есть я рекомендую, рассказываю мой опыт, мы всякие пробовали дневники ввести, в итоге знаете, что хорошо, в общем-то, внедрилась обычные зачетные книжки институтские, они в жесткой обложке, маленького размера, их даже не затаскаешь, и там тоже есть предмет и роспись, то есть, да, и получается, что когда человек заканчивает, например, испытательный период, и у нас была внедрена система наставничества, то очень легко проверить, во-первых, на каких он там тренингах был, помимо наставничества, и как с ним работал наставник, прямо с оценками, то есть была тема какая, ну там идет предмет, дата такая-то, тема была, отработка навыков, например, работы с возражениями, оценка там такая-то, то есть наставник у нас некий учитель, некий такой ментор, гуру может быть, да, который может методично объяснить определенную последовательность, на самом деле, настолько это прозрачно, вот в зачетной книжке, то есть ты берешь новичка, вот прежде чем решать, брать его или не брать, ну в смысле уже прошел на испытательный срок или нет, вот там, где внедрена вот эта система, вы знаете, там очень хороший процент прохождения, хорошая адаптация за месяц, ребят, это даже не три месяца, то есть за месяц можно человека выучить собственными средствами и собственными людьми, если вот выстроить вот эту систему, то есть это целенаправленность, то есть мы четко понимаем, какая цель, да, то есть не растекаемся, ну смотри, все, как я делаю, не все, а фокусируем человека каждый раз на маленькие блоки, ориентированность на поведение, не обсуждать, ну ты тут вообще красавчик, да, вот, ну не про это, мы говорим именно, что поведение, вот ты тут, смотри, как зашел, да, как вот, не личностная такая оценка, а именно поведенческая, безусловно, открытость, наставник должен действительно в открытую давать обратную связь, а не знаете как, ну да, Андрей, вот в общем и целом, ну ты знаешь, ты молодец, и отворачиваемся, такой у меня стажер уходит, а я ему в спину или там за спиной говорю, о-о-о, давно я такого не видела, знаете, вот хуже нет, потому что все равно узнается все быстро, все-таки наставник должен говорить правду, ну безусловно, мы совсем там к плинтусу не прибиваем людей, но чтобы она все-таки объективна, или тогда уже за спиной не говорят, да, как-то нужно любить людей, что он может продемонстрировать, но не паразитировать на этом, это тоже момент, когда наставники в раз входит, что смотри, пока я живой, учись, и постоянно только показывают, я в зачетке смотрю, показ, 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 всегда спрашиваю один и тот же вопрос, уже надоело, правда, вы тройной тулуп видели в фигурном катании, вот это, три раза вокруг своей оси, видели, много раз видели, сделаете, нет, пока они сами не начнут это делать, не сделают, поэтому здесь очень важный момент, не то, что бесконечно показывать и восхищаться собой, знаете, как некоторые, ой, сейчас он будет, опять, вот как здорово это сделать, потому что некоторые садятся вот на эту адреналиновую иглу, что я пойду, класс покажу и пусть меня там рукоплещет весь зал, такое тоже может быть, это тренировка, как раз многократное повторение одного и того же материала, то есть наставник перед, например, встречей, перед рекрутингом может проиграть, поехали, Андрей, давай, работай с возражениями, раз, два, три, проговорили, опять, раз, два, три, нет, вот тут вот по-другому, опять, раз, два, три, то есть понимаете, у наставника должно хватать силы и воли таблицу умножения по сто раз повторять и не раздражаться от этого, поэтому не все подходят на наставники, не все, если люди начинают кричать и раздражаться, я всегда, сегодня тоже говорила, вспомните, как вы сами учились водить автомобиль, да, вам же не показал, вот тот ваш наставник показал, как он ездит, потом вышел из машины, говорит, ну все, ты видел, потайся, он же не так делал, он же продолжал сидеть рядом и поправлял тебе туда или туда, это всегда документирование, я вам говорила про чек-листы, чек-листы по-хорошему как раз подшиваются в личные дела, в индивидуальный план развития того же сотрудника и видно, как вы его развивали, и еще важный момент, это непрерывность, нельзя один раз показать и вот все, я наставник, то есть должен быть цикл, вот я вам как сказала, быстрый старт, например, взяли, месяц быстрый старт, потом, например, работа с кадровым резервом тоже может включать в себя наставничество, то есть очень часто наставничество понимают только на уровне исполнителя, Ребят, есть такой метод наставничества, шедуинг называется, или тей, это вот шедуинг делают обычно для руководящего состава, то есть, например, нам нужно из кадрового резерва выбрали некого человека, и мы должны его подготовить к вышестоящей позиции, и это может быть даже через 2-3 головы, некий руководитель, который очень системный, он может показать, ну вот мне в свое время так показывали, то есть мне прикрепили к очень высокому посту руководителя, к которому меня привязали на день, то есть это был такой короткий момент на день, и я смотрела весь день, как он вообще работал, то есть у него там день начался с планерки, он также мне выдал чек-лист, как вести совещание, и сел и сказал, сегодня будешь смотреть этапу, я просто как у выколка сидела, писала за ним, что он там делал, потом он закончил совещание, сел опять ко мне, и говорит, давай рассказывай, что увидела, я говорю, ну тут вы делали вот это, тут вы делали вот это, а вот тут, говорю, сделали, только я не поняла, почему, ну там конфликтный момент был, он говорит, а теперь смотри, я тут сделал, потому что то-то, 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 ну такой кейсовый, по сути, разбор, ага, дальше что, дальше у меня там будет, ну там определенные там мероприятия, то есть я целый день была с ним, по итогам дня он опять снял, ну то есть все мероприятия были по определенным чек-листам, ну потому что в компании было заведено, наставничество на любом уровне, и вот так вот, знаете, когда ты одно что-то прошел, можно не на целый день, можно, например, какой-то кусок сегодня посмотреть, да, например, через неделю еще какой-то кусок посмотреть, ну фронт работы, да, потом еще, например, в каком-то собеседовании вел, Они же тоже не каждый день бывают, да, вот он там ведет, я опять посмотрела. И, соответственно, это распланировать. То есть вот касаемо непрерывности, это то, что запросто можно выстроить систему, где у тебя система наставничества, то есть один, потом второй, потом третий, по этапам это все выстроить от самого низа, в общем-то, до самого верха. Например, в топ-менеджерском составе очень часто наставником называют кого? Советник. Например, советник того-то, того-то, ну вот такого берут уже матерого, например, предыдущего там директора, которого делают наставником, который передает весь свой опыт. Вот как-то так. Вопросы? Вот то, что это не отходится к компании, а если он, ну все, подходит по всем критериям, такой есть наставник, все равно не сможет. Смотрите, вы можете что-то добавить наставникам. Я могу сказать, что очень хорошо работает мотивационный фактор, не материальный даже, когда вы делаете конкурсы среди наставников. То есть если, да, надо смотреть. Если компания большая, вот мы делали конкурс среди наставников, то есть прямо награждали грамотами, делали на трехмесячной основе, то есть у кого какое, то есть измеряли вот этих новичков, да, измеряли тех новичков, которые они воспитали, и, соответственно, на основании этих результатов выводили самого лучшего. И там по итогам года ему там кто-то премию. Ну, то есть вы уже материальные блага, естественно, закладывать лучше все-таки стимулировать не фиксированно, если что, а именно за какие-то результаты. Ну, чтобы они понимали, что это не просто так я там вот рутинную работу делаю, мне за это платят. Хорошо и лучше. Да. Кипя вести там. Да, да, совершенно верно. Итак, в общем и целом, как я уже сказала, этот вебинар сейчас был таким простройкой к тренингу, на котором основные цели этого тренинга как раз основные навыки наставничества. То есть мы будем там всего 16 академических часов, 4 вечера, и мы будем прямо отрабатывать, то есть как обучать, как выстроить, да, вот, например, вы ведете, ты наставник, я стажер, берем какую-то тему, отработали, да, то есть чтобы у вас прям появились навыки этого. Соответственно, вы можете выстроить алгоритм весь бизнес-процесса в своей компании, можете это перенести, по сути, часть этого тренинга для себя и провести это обучение на своих наставниках, ну, то есть научить их, как быть наставниками. И, соответственно, практически отработать все предложенные методики, которые будут. Ну, и получите, естественно, знания, инструменты, создадите всю эту систему. Ну, самое интересное, что это действительно, я не первый раз уже этот тренинг веду, хотя он у нас здесь в центре новый, но я его веду, в смысле, внутри компании, но очень благодатно, когда наставников научишь, как обучать взрослых людей, в чем там специфика, когда они не хотят, например, да ладно, что ты мне сто раз показываешь, да, когда сопротивление. Когда они это умеют, то это действительно 50% освобождения времени, ну, вот, потому что они не прибегают, все сами наставники с выпущенными глазами говорят, я не знаю, что делать, а он не хочет, я его учу, а он говорит, не хочет. Они же тоже, извините, новички же разные бывают, не все же такие послушные, мы же не со школой работаем, там-то сейчас не послушные, а уж взрослые, так тем более. Ну что, спасибо вам большое и до новых встреч, до свидания.